лето жаркая пора каждый хочет охладиться в эту жаркую пару времени кто-то пьет воду кто-то купается кто-то ест мороженое а кто-то ставит кондиционеры в своих квартирах и домах так или иначе эту проблему нужно решать и вот мы дизайнеры в нашем проекте эту проблему решили мы сделали ванную в стиле мороженое вот такую атмосферу мы решили создать в этом помещении в которой никто никогда не ставит кондиционеры а между тем там тоже иногда хочется чтобы было по прохладнее так что ребята давайте смотреть дизайн интерьера в ванной комнаты в атмосфере мороженое мне кажется это очень интересно ну и кому-то будет поучительно в общем вперед погнали смотреть итак мороженое ванная комната сразу же возникает вопрос какое отношение мороженое имеет вообще к ванной ну а я вам скажу самое непосредственное если мы хотим создать такую атмосферу в этом пространстве ну а вообще тема мороженого родилась у нас но во первых лето жарко конечно хочется охладиться ну а во вторых вся квартира у нас очень интересной стилистике выполнена это знаете такие итальянские улицы ну и мы тут вспомнили про мороженое потому что знаменитое итальянское мороженое которое так любят они им хвастаются прям у них специальные магазины по продаже этого мороженого очереди выстраиваются сам был в италии много раз в милане ездил на выставке пробовал мороженое хочу сказать что мороженое действительно очень вкусно ну так вот раз у нас квартира в такой аля итальянской стилистике то почему бы не использовать тему мороженого ну и ванная комната нам так показалось как раз для этого подходит вопрос а как же эту атмосферу воссоздать что это такое что такое мороженое но вообще мороженое это для меня вафельный стаканчик и сам шарик этого мороженого вафельный стаканчик оранжевого цвета мороженое как правило белого соответственно в первую очередь это цвета с помощью цвета мы создали это настроение вот этого воздушного мороженого обратите внимание белые стены это великолепная плитка фабрики equip кстати испанской странно почему не итальянской наверное нам просто больше подошел этот пол посмотрите какой замечательный рисунок который напоминает нам вафельный стаканчик эти черные линии оранжевые красные треугольнички но правда же похож ну понятно что это не вафельный стаканчик но тем не менее отсылку он нам дает именно вот к этой штучке которая называется вафельный стаканчик но чтоб уж наверняка никто не перепутал ни с чем нашу атмосферу зеркало мы сделали в виде мороженого само зеркало это шарик мороженого но и есть конечно вафельный стаканчик который мы решили сделать из орг стекла на котором напечатаем изображение этого вафельного стаканчика получилось немножко попсовенько но по-моему оно и хорошо мне кажется энди орхол был бы доволен он любил такие штуки ну помните всякие банки с супом рисовал на картинах и потом продавались ведь за бешеные деньги ну вот мы и подумали а почему бы вафельный стаканчик не нарисовать и не напечатать по-моему замечательно получилось ну и на этом итальянская история не заканчивается конечно же сантехнические приборы только италия но раз уж мы тут изменили с плиткой так сказать итальянцам и выбрали испанскую то сантехника должна быть обязательно итальянской она здесь именно такая и есть и собственно говоря что мы здесь видим раковину унитаз и ванну с душевой лейкой больше ничего нет и вся на белоснежного белого цвета прямо как воздушная мороженка и посмотрите еще очень внимательно на формы это тоже важно для дизайнерской композиции сами формы округлые ну например вот у горшочка нашего округлые формы кстати ведерко тоже округло ну прям как вот мороженка а вот ножки у раковины они в виде стаканчика видите как он заостряется книзу и расширяется кверху эта ножка еще и шарики есть то есть тоже не просто так выбрали а именно с отсылкой вот это к этому вафельному стаканчику по моему здорово получилось здесь ничто не отвлекает внимание все светлое воздушное легкое прохладное все как мороженка и вы можете спросить а где же хранятся все вещи это очень важный вопрос и вы правильно его задаете обратите внимание шкаф слева от раковины это такая штука которую я всем рекомендую делать 20 сантиметров всего лишь глубиной позволяет вместить абсолютно все вещи которые есть в ванной комнаты все бутыльки всякие фены плойки расчески щетки да все что угодно запасы туалетной бумаги тоже можно там хранить полотенца тоже можно там хранить и даже постельное белье можно там складировать потому что место получается очень много но сами рассудите шкаф во всю стену это же сколько вместится до полным полно почему я так много говорю про хранение потому что если не продумать места хранения о чем многие забывают дизайна вам не видать почему ну представьте вот у вас такая прекрасная ванная вся завалена разноцветными бутыльками катастрофа понимаете это же будет кошмар вот это все разноцветное те немногочисленные бутыльки которые здесь все-таки остались они тоже белого цвета берем покупаем в интернет-магазине специальные флакончики переливаем туда шампунь гель для душа и все что нам необходимо под рукой мыло например на раковине и все это прекрасное белое нежное помещение которое вот так сказать как я уже сказал вот эта атмосфера прохлады свежести мороженки даже сластит немножко да вот как мороженка ну а воздушность обратите внимание воздушность подчеркивает потолок посреди какой он воздушный как зефиринка даже да как мороженка как вот эти вот потеки мороженка помню здорово это бумажный потолок но мы его решили сделать не бумажный а специальный тонкий пластик белый сами накрутим сами навертим и когда реализуем я обязательно сниму еще одно отдельное видео и вам покажу как круто получилось все светильники прячутся между вот этими складочками поэтому свет будет незаметен но при этом ярок будет рассеянный и очень комфортный для зрения конечно мы не могли не похулиганить и лишний раз не могли не напомнить про то что мороженое лежит языком поэтому здесь появляется вот такой арт-объект язык который высовывается изо рта который так и хочет лизнуть мороженку а может не мороженку кто его знает как пойдет поэтому вот такая вот штуковина которая обязательно будет привлекать внимание но и опять же знаете вот этой в стилистике поп-арт прямо нас туда вот смело отправляет я так вижу как итальянские дизайнеры просто обзавидовались такой смелости ну в общем завидуйте дальше товарищи напишите в комментариях ребята как вам с языком не перебор что думаете в комментариях welcome ждут вас вообще идея с этим языком следующее это не просто изображение хотя изначально это просто изображение вообще это был светильник который мы нашли подумали вот будем включать здесь здесь светильник потом в голову нам пришла блестящая мысль что блин светильник бра около ванной это же электричество опасно и решили отказаться от светильника но идея с языком очень понравилась поэтому подумали подумали и решили а давайте ка сделаем язык болтающимся но такой прям его повесить на цепочку и он будет вот так болтаться затем чтобы в этот язык в этот рот можно было кидать грязное белье хмс вот так вот язык поднимается и белье туда улетает потому что за языком дырка в стене а за этой дыркой другое помещение называется постирочная и там за стенкой прям корзинка с бельем то есть помылся здесь снял трусишки грязные туда все рот проглотил и трусишки оказались в корзине с грязным бельем вот такая у нас была безумная мысль правда мы ее тоже не реализовали хотя идея классная дарю вам ее берите на вооружение они реализовали мы ее потому что просто перенесли постирочную там сейчас у нас не постирочная поэтому решили чё стену дырявить зачем язык трусалями кидать но арт-объект оставили по-моему классно получилось но и это еще не все когда все яркие пятна будут рассмотрены мороженое язык то вполне вероятно наши гости здесь могут заскучать так вот чтобы этого не произошло мы решили еще сюда привнести небольшой элемент игры чет мало нам показалось мороженого языка решили предложить здесь игру в крестики нолики посмотрите прямо над унитазом ниша в стене в аккуратно 9 плиток 3 на 3 и туда в эту нишу мы решили сделать мебельную конструкцию ну вот специально закажем и сделаем такую ячейчатую штучку в которую мы положили туалетную бумагу а в оставшиеся ячейки поставили просто крестики и теперь можно играть в крестики нолики вот такая вот тема друзья а изначально эта идея появилась из-за того что не хотелось вешать туалетную бумагу куда-то на стену мы просто и место даже не находили и поэтому думали думали а как же ее хранить решили в нишу положить эти рулончики потом нам показалось это скучно ну а так как у нас ванная с юмором вот с такой смелостью то решили предложить игру в крестики нолики и сейчас это не просто хранение для туалетной бумаги а настоящий арт-объект ну и плюс игра какая-никакая то есть можно как-то там передвигать эти штуки и там значит как в детстве прямо по моему клёво да но интересно же вот не просто какая-то банальная ниша там с каким-то засохшим цветочком вот прямо живой объект с ним можно взаимодействовать по моему это клёво получилось ребята на этом все пишите в комментариях как вам дизайн такой атмосферной ванны ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал но и заказывайте дизайн правильным продвинутым дизайнер которые создают атмосферный дизайн представляете это не просто красивая картинка это атмосфера это настроение это уют это радость это дизайн всем пока да прибудет с вами муза